А всем привет с канала Брим Тим и сегодня у нас вновь обзорный видеоролик нового поплавочного удилища. Первый такой обзорный ролик был на удилище от компании Камьянг, это принцесса четырехметровая. Решил я такой удариться, думаю, в поплавочную ловлю такую, чтобы там не вот с таким вот поплавком огромным на карасе и в камышах, а такой более спортивная ловля. Уклейки, синтепы, платвы именно на количество. И решил приобрести для этого такую легенькую удилку. На чехле есть только число 400. Как поняли, это четырехметровка. И раз у нас нет никакой информации об удилище на чехле, значит это что? Правильно, это Кайдо. Удилище Кайдо Ягуар. Как вы могли заметить, маховое удилище первое у нас в арсенале, потому что как бы через кольца всегда забрасывали, либо через катушку. Как бы маховым удилищем еще не пользовались. Ну вот я решил во-первых из нас проверить. Значит, что мы скажем, что это Кайдо, модель Ягуар в длине 4 метра. Тест 40-80 грамм. Хотя я даже не знаю, зачем такой тест на маховой палке, если типа закидывать поплавок 80 грамм через карбоновое удилище. Фиг его знает зачем это надо. Далее идет Fiberglass Evolution. Глаз-стекло, файбер, то есть удилище не карбоновое, удилище типа... Это по козырьку ходят стрижи. Удилище типа стеклопластик, но типа эволюция там. То есть, ну как бы вот я его держу. Грамм так, наверное, 120 максимум, наверное, он весит. То есть такое легенькое удилище. Кстати, это интересная пробка. То есть везде сначала просто как бы такие резиновые заглушки, даже вставки у Shimano, у того же. У них вообще там есть спортивная палка, то есть она там 3 метра вроде либо 3,5, но она прям легкая, то есть чуть ли не как перо. И у нее обычная резиновая заглушка. А здесь, то есть вот подзапарились, типа такая под золото сделанная с таким типа... с камушком, типа каким-то инкрустированным. Ввиду того, что раскладывать, я думаю, удилища смысла нет, то есть мы ничего интересного на нем не увидим. Я покажу, наверное, только последнее колено. Это хлыст. Изначально здесь был крепеж в виде китового уса, то есть знают, что это типа такой беревочки, шнурочка, который как бы свисает. Вы делаете на нем узел и фиксируете оснастку. Ну, как бы, как бы неудобно я это посчитал для себя. И поэтому поставил обычный самый вот этот вот фиксатор для поплавочной снасти. Как бы сейчас лучше показать, то есть... Где у меня камера, вот. То есть фиксатор, опускаем у него вот этот ползунок, в прорезь фиксируется у нас оснастка, и ползунок мы задвигаем. Все. Оснастка у нас на удилище держится, и мы ловим. Обязательно запишу видеоролик с использованием этой палки, потому что, как бы, действительно ни разу я не ловил. Мне самому интересно. Кстати, могли вы, наверное, увидеть о том, что это будет в группе ВКонтакте, что даже для этого я навязал, сейчас это покажу, навязал оснасток и купил дунаевский корм на уклейку. То есть до этого не видел этого корма, то есть в магазинах, в которых я хожу. А сегодня зашел в такой магазин, который вроде у нас не особо популярный в городе, и там дунаевский прикорм на уклейку, то есть прям пыль спортивная. Вот. Мне прям даже стало интересно. А так, то есть все знают, что оснастка с удилища снимается и вешается на мотовило. То есть сделал вот с таким поплавком. Типа думаю, наверное, это будет моя самая любимая оснастка. И подписал, то есть 0,22 леска. Потом на 0,22 сделал вот такой тяжелый поплавок 5 грамм. Предыдущий Бум 2. Потом сделал на 0,18 с пером. Один из любимых поплавков. И на 0,14 леске с вот таким вот маленьким прям поплавочком. Попозже хочу прям, думаю, если пойдет такой способ ловли для меня, типа взять каких-нибудь экспертовских поплавков с Польши, которые прям там огрузка чуть ли не в одну маленькую дробинку. Там по массе что-то 0,7 грамма или 0,4 даже есть у них. Вот. И поэтому посмотрим, половим, поменяем оснастки в процессе ловли. И вот тут вот, кстати, у меня только вот здесь есть такая вещь, как поводок. То есть 0,22 леска, это основная оснасть, и на ней 0,14 поводок. А желтый, который я показал, то есть тут вся леска от верхней петли до крючка идет именно по диаметру, который описан. То есть тут вся леска 0,22, тут вся 18 и тут вся 14. Посмотрим, как это будет сказываться. Хотя, помню, у нас, наверное, одна из самых результативных рыбалок на поплавок была. Это там оснастка была просто от катушки до крючка. Там была леска, я не помню, наверное, 0,25, наверное, мы за порядка 40 минут, наверное, у клеек 60 вытянули. То есть там прям опустил, вытянул, опустил, вытянул. Вот. Что еще хотел сказать, что видеоролики касательно водоема выходить будут. Сейчас просто проблемы их записывать почему. Что наши любимые песчаные карьеры оккупированы для плавательного сезона. Хотя купаться там нельзя и не страдайте такой фигней. И поэтому, думаю, где-нибудь найдем тихое место, чтобы никто не мешал, рыбу никто не пугал. И половим на маховое удилище. Такой получился маленький обзор на разговорный видеоролик. Кстати, 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 не указал самое главное достоинство палки. То есть я ее разложил, помахал и взял. То есть не думал вообще, я шел в магазин с целью купить прикр. И, типа, посмотрите, если я найду палку, которая меня устроит по цене, как бы, для начала. Типа, у меня не было такой палки, и зачем мне покупать сразу там за 1200, за 2. Стоимость вот этого удилища, четырехметрового, неплохого, выполненного качественно, составляет 350 рублей. То есть это три пакета корма Дунаевского. Как бы достойно, я считаю. И посмотрим на нее на водоеме. Надеюсь, видеоролик был вам интересен. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Можете поставить дизлайк, кому не понравилось. И оставляйте обратную связь, потому что мы на нее отвечаем всегда. Скоро много интересных видеороликов, поэтому не забываем там подписываться и смотреть новости. Потому что здесь очень много всего интересного. Пока!